Всем привет, друзья! Мирного и светлого неба над головой. И в каждом очаге, чтобы у каждого было спокойствие. Значит, у меня сегодня, друзья, случилось ЧП. Сзади какой-то свет, да, яркий. Может убрать его? Сейчас, секундочку. Не сзади, а на заднем плане. Видите? Исправляю свои ошибки. Значит, пошла снимать показания счётчиков, друзья. Начало первых числах каждого месяца я оплачиваю. За свет, за газ, за воду снимаю все показания. И получаю пенсию. И сразу иду оплачивать, друзья. Эта привычка у меня вошла, свёкор мой так делал, царство небесное. Вот он получит пенсию и бегом. Показания все снимет на почту, заплатит всё. И говорит, теперь можно спокойно дальше жить. И вот у меня тоже такое вот. Пошла снимать показания, как вам рассказываю. Смотрю, водяной счётчик крутится, флажочек там. Не пойму, думаю, где это у меня вода открыта, что ли. Кран где-то, значит, открыт. Или на улице, или на огороде. В доме вроде бы никого нет. Я одна. Пошла всё обошла заново. Везде всё закрыто. Все краны проверила. Крутится счётчик. Вызвала теперь, как мы её называем, водяную, контролёра нашего. Ну и жду. Это случилось аж в понедельник. Сегодня уже четверг. И жду её с утра. Я уже навела тесто. Значит, вот сколько моя Мария походила в универ и уже жалуется постоянно у неё, как икота. У неё такого никогда не было. Как отрыжка. Смотрю, нарзан всё время берёт, наливает и пьёт. Обычно, когда что-то мы жарим, жареное поедим, вот как говорят, вредное нельзя, да? Вот только тогда пьём нарзан. А тут она приезжает, каждый вечер нарзан пьёт. Мария, что ты, говорю, кушаешь там? А что, говорит, пирожки жареные? Как пирожки жареные? У вас что, столовая или привокзальная лавочка? Оказывается, то же самое, что и у нас в школе. Столовые сейчас все арендуют. Куда катимся, не знаю, друзья. Мы, мамочки, у наше сердце никогда не перестаёт волноваться, друзья. Хоть дети наши в садик ходят, в школу ходят. То же самое в школе было. Тоже арендатор был. Столовая. Раньше было же как, всё государственное? Я не пойму, школа, если государственная, столовая не должна быть государственная. Чё говорят, что при Союзе плохо жили? Как при Союзе плохо жили, если 5 копеек вот такой стаканчик один, 200-граммовый, да? Такой вот стакан стоил чай, компот, кисель 5 копеек. 5 копеек булочка стоила. А сейчас 70 рублей пирожок. Ребёнок покупает жареный, и потом все проблемы появляются. В общем, вот так, друзья мои. Теперь затеяла я выпечку. Буду выпекать пирожки, хачапури. И пусть дитё носит, и всех угощает, и сама тоже кушает. Ну, это масштабная проблема, вот я как хочу сказать. Это ж не только у нас, а везде так. Вот моя старшая доча говорит, если бы у меня, говорит, вот этот ум был бы, говорит, сейчас, когда мне было, говорит, 18, я бы, говорит, в топирочек положила бы, говорит, еду, никого не стеснялась бы. И проблемы не было бы, говорит, в желудке. Ела бы домашнюю. Даже этот супчик я бы носила бы с собой. А Мария смеётся. Я говорю, не измейся, доча. Завтра ты тоже доживёшь до Софиных лет, и то же самое скажешь. Что пирожочек, да, он вкусный, но от него много проблем. Потому что это в масле. В каком масле жарится, Бог его знает. Понимаете? А раньше как было, студентами были за 50 копеек, мы наедались. 50 копеек было. В общем, вот так вот. До сих пор ещё водяной нету, но у меня рабочий есть. Вот у меня там готовлю тоже обед. Буду кормить рабочего тоже. В общем, вот так, мои хорошие. Ну всё, давайте, поехали. Будем готовить вместе. Боже, уже 7 минут наговорила. Ужас. Марии 18 лет. Мои девочки. Мои красотулечки. Совершеннолетняя уже девочка. Как-то вот так. Всё. Готовим опару. Высыпаем в чашу чайную ложку. Раз. Чайную ложку. Два. Ложки муки. И наливаем водичку. Перемешиваем. Когда опара подойдёт, и вы увидите, что она уже поднялась, вы уже знаете, что дрожжи живые. И вы не будете беспокоиться, что подойдёт тесто или не подойдёт. Для этого делается опара. В старину делали так. Наши родители, бабушки. И это было всё правильно. Они сейчас. Сейчас берут дрожжи, сразу сыпят в муку и начинают готовить. Не знаю, это по-новшевски. Как это? Правильно? Неправильно? Может, сейчас молодёжь не хочет тратить время? Но тут что время? В теплее всё, что было. Мука должна быть всегда просеяна. Вот в чашке у меня мука. Вот эту опару беру, ставлю вот сюда. Она чистая у меня. Всё. Ставлю в муку. Вот так. Всё. Если даже куда-нибудь отплучишься, бывает, вот сейчас допустим, кто-то в дверь постучался, соседка пришла. Ты ж не будешь кричать? Я не могу выйти. У меня тесто. Всё. Берёшь, накрываешь крышечку, и оно как будто находится в термосе. И оно начинает работать. Дрожжи начинают делать своё дело. А ты иди, соседка поговори. Там минут 10-20, ничего страшного. Или куда-нибудь отлучился. Приходишь, если чашку вот эту с дрожжами поставить на стол, она поднимается и вытекает. А если вот тут вытечет или выбежит, ничего страшного, она будет в муке. В общем, вот так вот. Ждём. Ну чё, посмотрим, как наши дрожжи, опара. Видите? Вот она. Вся прям шепчет. Всё. В муку. Вот так. Для теста должна быть вода тёплая. Вот такую столовую ложку соли отправляем в банку и размешиваем. И наливаем прямо на опару. Вот где у нас опара. Вот это тесто подойдёт и на хлеб, и на лаваш, и на пирожки. И на пиццу пойдёт. Сколько вам сказать, налить сюда? Вот так. 30 миллилитров. Ну где-то так. Вот так. И вместе. Вот так получилось, друзья. Видите? Оно и липнет, и отстаёт. Вот такое должно быть в итоге. Накрываем крышечкой. Пока все мы дружно вмесили тесто. Картошка у нас. О! Уже сварилась. А ну, попробуем. На мягкость. Всё. Картошка готова. Вот такой кусочек масла. И душистый перчик. Грамм 150. Хватит. Зачем больше? И как раз и пюрешка остынет, и тесто подойдёт. Всё. Пушистое пюре получилось. Свет. Красота. О! Видите? Какой тесто. Первый будет. Так надо три раз перебить. Значит, пробуем. Липнет всё ж таки чуток. Берём, смачиваем. Немножко в масле. И вот так, в серединку. Вот так перебиваем. Накрываем крышечку опять. И ещё два раз. Всего надо три раз перебить. И на четвёртый уже можно готовить. Всё. Тесто с расстойки. Четвёртый раз уже всё. Теперь будем уже работать. Вырезаем. Сто граммовые. Из этих вырезанных. Вот так. Вроде бы тесто липкое, но к рукам не липнет, друзья. Смотрите. Вот. С ним работаешь так. Подгоняешь их вот так. Быстренько. Ловко. Вот так. На эти круглые шарики. Вот видите? Вроде бы липнет. Что так? Раскрываем. Берём картошечки. Побольше. Вот так. Ножиком. Хоп. И выложили на лепёшечку. Как лепёшечка получается это. И закручиваем. Вот так. Надо ж картошку только. Тесто ж не будем кушать. Надо, чтобы картошки было побольше. Вот так. А что сейчас? Один пирожок. Сколько стоит варья? И то он жареный на масле. А сколько можно жареное есть? Столовые тоже. Тоже самое. Жидкое. Ничего нету. Только пирожки, да. Сосиски. Вот. Наготовит мама дома. Заберёт. Детё с собой. На занятии. На пары. И всё. И сытенький будешь. 180 градусов. Вверх-вниз. Пока там печётся, мы готовим второй противень. Друзья, первая партия испеклась. Красота. Ну вот, первая партия, друзья, достали. Они, правда, ещё горячие. О! Совсем горячие. Видите, эти даже склеились. Но ничего страшного. Мы их расклеим. Горячо. Вот. А вот вторая партия уже запекается. Пошла уже. Сейчас они немножко подостынут. И будем пробовать. Кто будет сегодня дегустировать, девчата? Я. Кто это? Ты? Я. Всё время ты? Хорошо. Сегодня старший гарнизон. Сегодня будет Софья дегустатор. Посмотрим. Отвечаешь за свои слова? Не знают. Не знают. Видите, уже не знают. Тут же сразу, тут же сразу поменялись. Заберите. Ага. Тут же подходит уже у меня другое тесто, друзья. Готовлю и меретинские хачапуры. Тесто такое же. Так. Подходит уже. Тут я натерла сыр. Наш меретинский сыр. Сама я его готовлю, друзья. Покупаю молоко и готовлю. Так, сейчас покажу пирожки. Секундочку. Смотрите. Мягкие. Мягкие. Мягушки. Любой берешь. Все мягенькие. Вот. Сейчас будем печь имеретинские хачапуры. Готовимся к Мариному дню рождения. Мне 18 лет. Ну вот. Я собрала 7 кружочков сыра. То, что протерла. Тут уже технологии. Вот. Вспомнила. Значит, должно быть 300 грамм. Допустим, тесто у нас. 300 грамм. Будет начинка. Значит, раскрываем тесто. Сильно не надо раскрывать. Чтобы обмотать начинку. Значит, вот так ставим в центр. И все. Тянем тоже. Все тесто подтягиваем к центру. Вот как делаем большой хинкали. Значит, собираем вот так. Кружочек. Даже можно вот так сделать. Чтобы точно уверены были, что хорошо обмотали начинку. Вот так закруглили, друзья. Перевернули. И поставили. На расстойку. Значит, у меня это уже можно отправить на сковородочку. Это еще подождет. Но я еще сделаю третью. Тоже так раскроем. Вот так. Много не надо раскрывать. Чтобы было аккуратно. Вот. Хотите, переворачивайте. Значит, берем начиночку. Ставим в центр. И как бы вот берем тесто нижнее. И натягиваем чуток. Натягиваем. Тесто, если правильно сделали, оно и само будет тянуться. Такое эластичное тесто получается. Вот так, друзья. Даже если вот так в шарик. Прямо в шарик. Натянули. Вот так. Покрутили. Покрутили. И перевернули. Все. Теперь вот это уже смотрите. Как оно хорошо. Сейчас я вот эти переставлю. Чтобы показать передним планом. Секундочку. И раскрывайте, какая форма у вас сковородки, друзья. Это будет делаться на сковородке. Вот так. Хорошо бы на улице делать. Но еще не разрешают. Я бы делала бы на костре. И меритинские хачапуры должны делаться на костре, друзья. Но у нас сегодня ветер вообще все сносит. Какой там костер. Все. Я раскрываю по размеру своей сковородки. И будем выпекать. Вот такие хачапуры, друзья. Горячие, горячие. Нарезала. Такие вот, друзья, нежнейшие хачапуры получили. Смотрите. Мне надо было сперва доснять ролик, а потом попробовать. А то я до сих пор еще прожевываю. В общем, пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok